Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Сегодня мы поговорим о 16 главе книги пророка Изекиля. 16 глава на фоне вообще пророческих текстов и даже текстов пророка Изекиля все же несколько выделяется и образом мыслей, строем и интонацией, в которой звучат слова пророка. Собственно, речь идет о отношениях между Израилем и Богом. Между Богом и тем народом, который называют избранным народом, который называют Израилем. Но при этом пророк использует некоторую весьма, скажем, неожиданную для читателя модель этих взаимоотношений, такую, которая смущала, по-видимому, и слушателей, и первых читателей Изекиля и продолжает смущать современного читателя. Как вот к этому относиться мы до сих пор в некотором затруднении. При этом надо сказать, что нельзя считать Изекиля изобретателем, автором этого образа, этой модели, на примере которой поясняются отношения между Богом и Израилем. Нет, конечно, в достаточно явном виде эта картина была описана, скажем, Осией и другими пророками первого поколения пророков-писателей до описываемых событий, до этого места Изекиля, лет эдак за 200. Суть дела, собственно, заключается в том, что отношения между Богом и Израилем предстают перед читателем в виде, в формате, может быть, надо было бы сказать, взаимоотношений между мужем и женой. И, собственно, отношения Бога к Израилю и Израиля к Богу в первую очередь здесь предстают перед нами в пространстве, скажем так, супружеской заботы и верности или пренебрежения и неверности. В дальнейшем, после Изекиля, после чрезвычайно ярких, сильных слов и образов этой главы, многие другие будут также прибегать к этому образу, потому что она кажется очень богатым, прозрачным и мощным, сильным. Каждый из людей так или иначе может попытаться на собственной шкуре представить себе, что же это может означать, как к этому относиться. Поэтому, повторю, образ брачных отношений, как отношений между Богом и людьми, вероятно, возник раньше, используется будет дальше постоянно. Но здесь 16 главе Изекиля предстает в весьма таком ярком виде. И главным образом именно супружеской неверностью здесь характеризуется такой феномен, как впадение народа Божьего в язычество. Теперь, кроме этого, в начале главы есть еще совершенно поразительный рассказ, поразительная картина этих отношений Бога с Израилем. Вот какая. Здесь в самом начале Господь обращается к пророку и говорит, «Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи ему так, вот что должен сказать Изекиль, скажи дщери Иерусалима». И тоже это выражение дщери Иерусалима мы встречали и у других пророков более ранних поколений, да и у того же Иеремии, который, в общем, старший современник Изекиля. Итак, дочь Сиона, дочь Израиля, дочь Иерусалима, вот в виде девушки, да, таким образом предполагается обозначить народ Божий. И вот что Бог, собственно, говорит в первых примерно 14 стихах этой самой главы. «Когда ты родилась, ты была никому не нужна, ничей глаз не сжалился над тобою». Бог, таким образом, говорит о времени рождения на свет Израиля как народа, о тех людях, которые, вероятно, вышли вслед за Моисеем и Аароном из Египта, из дома рабства. С точки зрения историков, и впрямь это был весьма полиэтничный сброд, из которого еще только предстояло родиться настоящему народу. Да, более такая благостная картина этнически монолитного Израиля, который собрался и пошел за Моисеем из Египта, это дело позднейших времен, позднейших даже по отношению к Изекиилю. А по сути дела, конечно, да, вот этот народ, он только возник, он только родился. Речь, таким образом, идет о исходе из Египта, и Господь говорит потомкам этих самых людей, которые выходили из Египта через Красное море, вы были ничто, вы были никому не нужны, у вас не было ничего, ни земли, ни славы, не знаю, ни культуры, ни языка, ни письма, ничего, ни богатства, да, у вас не было ничего, вы были младенец, брошенный в пустыню в кровях своих. Когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, водою ты не была омыта, солью не была осолена, пеленами не повита, ни чей глаз не сжалился над тобой, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. Значит, речь идет о совершенно презираемом младенце, выброшенном на поле, который, понятное дело, обречен, и никому нет до этого дела, его жизнь презираема всеми. Вот, собственно, что такое те, кто вышли из Египта. Вообще, конечно, невозможно пробежать глазами это место и двинуться дальше, просто потому что для нашей жизни очень характерно вот это презрение к чужой жизни. Это выражение, ты была выброшена на поле по презрению к жизни твоей. Это как будто не про Израиль 3,5 тысячи лет назад, а про нашу страну сегодня. Ну, или 100 лет назад, или 200. Это вот такая трагическая черта национальной культуры, которую вообще надо про себя понимать и которую надо преодолевать. И вот эти вот слова Бога, выброшены на поле по презрению к жизни твоей, они очень важны, очень важны, потому что презрение вообще к жизни, в том числе к чужой жизни, пренебрежение этим – это большой грех, тянущийся из поколения в поколение. Но, собственно, здесь, конечно, речь, в общем, не об этом. Речь идет о том, что Бог, я проходил мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание, и сказал тебе, живи, умножил тебя, как полевые растения. Бог говорит о том, что вот этого умирающего младенца, у которого нет никаких шансов, который никому не нужен, и к чьей жизни с презрением относятся все, вот этого младенца Бог подбирает и спасает, возвращает к жизни. Живи! Ты была выброшена, окровавлена, и я сказал тебе, живи, в кровях твоих живи. Потрясающая совершенно воля Бога к жизни людей, потрясающий поступок, потому что вот так Бог спасает погибающего младенца, которому сам Бог ничего не должен. Это чистый дар милосердия, дар жалости, сочувствия, сострадания Божьего. И ничто иное, Бог не вынужден это делать, у него нет никаких и корыстных тоже задач, но он это делает, живи. Вот образ народа Божьего, как вот такого вот погибающего младенца, которого Бог спасает и возвращает к жизни, он очень важен. Дальше Иезекииль пишет о том, что и вот этот младенец вырос, и Бог украсил эту прекрасную девушку. Когда настало время твое, время любви, я простер края рис моих на тебя, покрыл ноготу твою и вступил в союз с тобою. Ну и дальше достаточно пространно на протяжении там нескольких стихов описывается поэтично очень, как Бог одевает на эту девушку платье, сандалии, покрывает ее шелком, наряжает в наряды, ожерелье, прочее, прочее. Ну вот все то, что на востоке того времени, да и сейчас тоже считалось и считается знаком такой богатой и прекрасной невесты, таким богатая, приданная к красоте. И вот пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была совершенно при том наряде, который я возложил на тебя. Вот таким образом картина, так сказать, Израиля, как найденного в пустыне беспомощного умирающего младенца, дополняется тем, что младенец вырос, укрепился и стал прекрасен, и бог вступил с ней в союз, с этой самой дщерью Иерусалима. Пока все хорошо. Пока все хорошо, потому что картина чудесная, юная девушка, тот, кто о ней заботится, вступает с ней в брачный союз. Дальше прямо можно при желании с этого места начинать песни песней. Но это не поэма, а жизнь. И в реальности получилось по-другому. Дальше с 15 стиха очень подробно Бог говорит о том, что ты понадеялась на красоту твою и пользуясь славой начала блудить. Значит, Израиль, народ Божий, предстает здесь как девица, которая пустилась во все тяжкие, бросив своего супруга или жениха, того, кто заключил с ней союз. И, собственно, речь идет, здесь прямо все поясняется достаточно понятно, о поклонении иным богам. Ты ходила во след иным богам, ты приносила жертвы твои на высотах. И, видимо, вот эти самые высоты, с которыми еще в предшествующем столетии пытался бороться царь Иосия и некоторые другие исторические деятели Израиля и пророки, вот все это воспринимается богом и описывается Изекиилем как грандиозное предательство. Причем, надо сказать, что он не скупится на весьма натуралистичные описания, скажем так. Наш синодальный перевод, о котором мы говорим, честно сказать, довольно приглажен по отношению к оригиналу. И еврейский оригинал, и, скажем, перевод семидесяти толковников греческий, здесь вообще в этой главе такие, что читать не краснее невозможно. Да и русский-то тоже, в общем, звучит малоприлично. Да, где все это описывается, вот эти все разные формы блуда с сыновьями Египта и другими языческими религиями читать по совести, сказать, прям действительно неприятно. Но от того, что это неприятная правда, она не перестает быть правдой. И вот, оказывается, как это воспринимается Богом, как измена, как предательство. И еще обратите внимание на некоторые важные вещи. Брачный союз подразумевает взаимную ответственность и взаимные обещания. Брачный союз касается всех без исключения, в том числе самых интимных областей жизни. Брачный союз предназначен, помимо прочего, помимо прочего, еще и для того, чтобы давать новую жизнь. Это все так. Но когда супруг предает, это приносит огромную боль тому, кого предали, кого бросили. Брачное предательство пережить очень мучительно, трудно. Это и в самом деле больно. Вообще у приматов это может вести к стрессу вплоть до гибели. И вот Господь рассказывает о этом предательстве со стороны Израиля. И Он говорит, честь Сионова, ты все это делала, как необузданная блудница, строила себе блудилище на площадях и высотах. И здесь самым недвусмысленным образом пророк намекает на все вот эти вот капища, центры языческого поклонения в Иерусалиме и в окрестных землях и на высотах. И говорит о том, что обычно, говорит Бог, за продажными женщинами гоняются клиенты, пытаясь привлечь эту самую женщину при помощи подарков, там денег или чего еще. А ты, говорит он, и того пол ниже, и того хуже, потому что ты гонялась за любовниками с подарками, чтобы они вот блудили с тобой. Что со всем этим делать? Штука-то ведь в том, что по обычаю Израиля, потому что об этом думают сами израильтяне, сыны дщери Иерусалима. Это карается побиванием камнями. Вот такое предательство карается побиением камнями. Это преступление, заслуживающее самой суровой казни. И вот Бог предлагает слушателям и читателям Изякииля поставить себя на место этой изменившей женщины, взятой в прелюбдение, которую полагается побить камнями. Что теперь мне с вами делать? Дщери Иерусалима задает вопрос, что должно стать результатом вот этого предательства. Как я, по-твоему, к тебе теперь должен относиться? И вот он говорит о том, что соберу всех любовников твоих, которых ты услаждалась, которых ты любила, и увидят весь срам твой, и побьют тебя камнями, разрубят тебя мечами, и утолю над тобою гнев мой. «И поведение твое, — говорит Господь, — обращу на твою голову. Поведение твое обращу на твою голову». Ну, потому что, конечно, люди часто пытаются все свалить на самого Бога и сказать, что ты во всем виноват, поставил меня в такие условия, и так далее, и тому подобное. Вот Господь говорит, «Нет, я поведение твое обращу на твою голову». Это уже серьезный очень призыв к покаянию, потому что, если согласиться, что часто ты сам виноват в своих несчастьях и делаешь это вполне добровольно, в общем, не остается ничего другого, кроме как что-то в жизни менять. Теперь, продолжая этот разговор, еще вдобавок, Господь сравнивает здесь дщерь Иерусалима с ее сестрами, с родственными народами на севере, с Самарией, с десятью коленами Израиля, и с другой стороны, с Содомой. И говорит о том, что вот и Самария, и Содом, правее тебя, правее тебя, потому что ты превзошла их своими мерзостями и к тому же еще и осуждала сестер твоих, осуждала то, что мы теперь называем братские народы. Вот поэтому оказывается абсолютно на каком-то полном дне вот эта самая нщерь Иерусалима. И это дно крайнее, последнее. Дальше же, в конце, в заключительной части главы, Господь еще раз, так сказать, подводит итог. Во-первых, снова называют развратом поклонения всяческим богам, всяческую магическую практику, именно магическую, когда там, значит, бегают по местам, где установлены разные идолы, с целью путем какой-нибудь дряни жестоких, нелепых и кровавых действий добиться у этих самых богов снисхождения. К слову, еще заметим, что культ целого ряда ближневосточных божеств носил вообще крайне непристойный характер. Прямо, ну, совсем непристойный. И там процветала так называемая храмовая проституция, где соответствующие движения, вступления в соответствующие отношения с услужителями культа в этих храмах воспринимались как соответствующий акт с этими идолами или божествами, которые тут почитались, какие-то страшные все эти бесконечные астарты. Вот. Совсем неприлично и, ну, и правда, унижают человеческое достоинство, но это вот так. И поэтому этот образ, который применяет здесь Господь, образ блуда, с кем попало, который одновременно является поклонением чужим божествам, потому что куча божеств, за исключением одного лишь единого Бога Израилева, по сути, да, куча божеств этой местности, так сказать, из соседних, подразумевает вот подобного рода интимные взаимоотношения с этими самыми божествами. Фу, гадость, нехорошо. Правда, прям не хочется в подробности впадать. Но идея, почему именно вот этот образ использован, она на самом деле понятна. понятна. Потому что это имело место вот вокруг. Вот вокруг. И все так или иначе с этим сталкивались. К тому же, правда, надо сказать, что там и того хуже бывало, и детей тоже приносили в жертву, и все это жуткая жуть. И описывая такое, в таких терминах, такое поведение анчири Иерусалима, вот Господь говорит, я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но это еще не все. Потому что, да, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте с ними, не делайте другому того, чем вы не хотите себе. Я поступлю с тобою, так как ты поступила, придав клятву. И это еще не все. Господь говорит, но я вспомню союз мой с тобою и восстановлю с тобою вечный союз. Бог говорит о том, что вот это возмездие, оно на самом деле не возмездие, это поступлю с тобою по путям твоим, это естественный, закономерный, очевидный результат нравственного выбора народа Божьего. Тем не менее, да, выглядит как возмездие. Да. И вот Господь говорит, нет, нет, не будет им все ограничено, вспомню союз и не расторгну его, восстановлю с тобою вечный союз. мы уже видели у Исаии Вавилонского чуть позже, у Иеремии чуть раньше вот эту мысль. Бог говорит о том, что по правде надо было бы вас всех покарать страшной смертью. И на этом договор, союз с вами у меня был бы закончен, но я, в отличие от вас, не могу его предать, говорит Бог. И, собственно, спасается Израиль, появляется остаток Израиля, появляется будущее у Израиля, потому, что, в отличие от людей, Бог не предает завета. Тот мой завет они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Бог через Иеремию. Вот и здесь я вспомню союз и восстановлю с тобой вечный союз. Для тех, кто оказался в этот момент в плену, на грани выживание, это, без сомнения, чрезвычайно драгоценное откровение. И дальше Господь говорит, ты вспомнишь о путях твоих и будет стыдно тебе, и будет стыдно тебе. Таким образом, все обличение, которое перед этим было помещено в этой главе, обличение страшное и стыдное. Вот для того, чтобы люди могли устыдиться дел своих и что-то изменить. Снова и снова в книге Эзекиэля речь идет о том, что вот это вот устыдиться, сокрушиться сердцем, это путь к тому, чтобы изменить сердце и из духа, из сердца каменного сделать его плотяным. я восстановлю союз мой с тобою для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы впредь нельзя было тебе рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Бог. речь идет таким образом о том, что Бог, конечно, да, простит. Я прощу тебе все, что ты делала, но так, чтобы вот эта память стыда не изгладилась.